Вероятно, Тарковский меня заметил, где-то мы с ним ведь параллельно поступили в 54 году, он во ВГИК, а я в Щукинской. Потом я бросил, потом я мотался, потом я где-то работал, потом закончил Щукинское училище, он как раз кончал в ГИК, у них режиссур подольше учится, 5,5 лет, кажется, так было, а мы 4. Но я года два прогулял, потом, в общем, где-то параллельно мы кончали, и сразу закончивший театральное училище Минищукина, я снялся в фильме «Последние залпы», оттуда он меня заметил. И, значит, вызвали меня на Андрея Рублева, дали прочесть сценарий, все замечательно, все хорошо, на кого, а бог его знает на кого. И вот когда вот они раскладывали этот самый пасьянс, что значит пасьянс раскладывать, вот разные, так сказать, лица и какое куда годится. А что, говорит, если вот на князей? В истории таких князей не было, резня-то началась чуть-чуть попозже, это произошло уже по времени, 408 год, великий князь, это сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич, Василий I, и, значит, Юрий Дмитриевич это в Звенигороде был, Юрий Дмитриевич, он еще не выступал, никак не возникал, а вот уже дети Юрия Дмитриевича и дети Василия Дмитриевича, ну вот Василий Васильевич темный, которому двоюродные братья, дети Юрия Дмитриевича глаза выкололи, там Косой, Шемяка, вот это Шемякин суд оттуда, в сказки в русские вошло. Вот это вот ужасная междоусобная резня началась. Тарковский немножко это, так сказать, сместил, переместил, поскольку там 50 лет туда-сюда, это на расстоянии 600 лет, это не так заметно. И вот он обострил, что эти два братья-близнецы просто, правда, в картине нигде не говорится, но так это мыслилось, что близнецы, ну просто вот этот появился первым, вот Робби матери вместе сидели, вот, наверное, не дрались там, не спорили, но вот этот вот первый появился на свет, а тот следом, вот первый появился он великий князь, а второй вот он невеликий, он малый. Толя Солоницын мне рассказал, что Андрей ему рассказывал, как он предполагал развивать линию вот этих князей, когда вот после всего этого безобразия, после набега, все разрушено, после чего Рублев обет молчания принял, по фильму так, вот, и что после вот этого ужаса он бежит куда-то, куда глаза глядят подальше от всего этого ужаса, и вдруг на дороге находит умирающего малого князя, он же вроде виновник всего, но он же и человек, он же умирает с копьем между лопаток, и, значит, когда пить просит, а дорога ничего, Рублев его подтаскивает к луже, тот из лужи, как собака хлебая, значит, лакает воду, и на руках у Рублева испускает дух, да испускает его с такими словами, что, господи, кабы не, это власть-то окаянная, как бы любил я брата-то. У Тарковского очень много было того, чего осталось за кадром, но если бы этого не было много за кадром, так и в кадре вряд ли чего-нибудь получилось бы так, как оно получилось. Где-то что-то отмечали, я не помню, в ЦДЛ, в Доме литераторов, не то зеркало, не то чего-то, как-то застолье какое-то, поднимал он за меня тост, сказал, что я не имею чести быть другом Юры, значит, дружбу со мной почитал за честь, спасибо ему, низкий поклон. А, он еще говорил в том тосте, что я обещаю Юра тебе, значит, снимать тебя у себя всегда. Потом я, правда, не обещаю, что я всегда снимать буду, но это действительно было так, что ему тут не давали. В моем, так сказать, представлении Андрей Рублев в русском кинематографе, это примерно такое же место занимает, как «Война и мир» в русской литературе. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Та самая красота, которая спасет, не спасет мир, я не знаю, но хотелось бы, чтобы спасла. Субтитры создавал DimaTorzok